Это наше заключительное на сегодня интервью в селе Койташ в доме экс-президента Алмазбека Тамбаева. Интервью нам даст член полицовета СДПК Талай Усубалиев. Здравствуйте, Талай Баке. Сегодня в поместье экс-президента очень много людей, их сотни. Кто они? В соцсетях пишут, что Атамбаев собрал только своих земляков, жителей Чуйской области. Но, насколько я знаю, приехали и представители других регионов страны. Об этом расскажите, пожалуйста. Два дня назад был создан народный штаб, Эльдик-штаб Крылосча. И пошла информация, что в поддержку Атамбаева будет создан народный штаб. Это неправда, то, что говорят, сам Атамбаев все финансирует и так далее. Люди сами приходят сюда выразить свою гражданскую позицию. Потому что последние буквально... Ну, конечно, это продолжается уже на протяжении полтора года, это беззаконие. Но особенно усилилась в последние 2-3 месяца. И апогеем стало недели-две назад, когда, попирая все законы в Конституцию Кыргызской Республики, депутаты уже создали специальную комиссию. В связи с этим люди начали сами через соцсети, через знакомых, через информационное поле получать информацию. И пришли поддержать наш народный штаб и экс-президента Атамбаева. Сегодня пришли люди с Таласа, Таласской области, с Кочкорского района и других районов Нарынской и Сукульской области. Также с юга, но по понятным причинам чуть мало. Потому что наши двери всегда всем открыты. Вот для журналистов созданы все условия. Мы... скрывать нам нечего. Мы пришли выразить свою гражданскую позицию. То, что творится сегодня беззаконно. Некоторые журналисты даже сегодня ночуют, да, на территории усадьбы Атамбаева? Да, некоторые пожелали остаться ночевать. Мы предоставим все условия, чтобы они могли здесь ночевать. Джорк Кенш сегодня не стал рассматривать вопрос лишения Атамбаева неприкосновенности. Почему так произошло? У вас наверняка есть какая-то инсайдерская информация. Ну да, вчера, как вы знаете, комитет вынес решение, чтобы сегодня рассмотрели на палате. Но по нашим данным, они не могут собрать форум. Это очень знаковое событие для Кыргызстана. Это, можно сказать, историческое событие. Все депутаты, наверное, понимают, что они нарушают и свой регламент, и другие законы, и конституцию. Вообще, когда еще была создана специальная комиссия, это было создано с нарушениями. Мы уже не раз говорили, не будем останавливаться на этом, но было создано с нарушением. Потому что 28-я статья Конституции говорит, что закон обратной силы не имеет. Есть такой один человек, на который работает закон обратно. Все говорят о том, что этот вопрос как-то очень быстро рассматривают, всего за несколько дней. Тут нет нарушений законов, процедур, именно в части, касающейся сроков? Конечно, есть. Как сами депутаты посчитали, председатель комиссии, есть 8 ступеней, как говорится. И в 10-м, в статье 136 регламента Джорг Кикенша есть 10 пунктов, которые пошаговые. Конечно, это тоже нарушение, потому что они должны были внести, мы уже устали, грубо говоря, говорить, что по аналогии закон не действует. То есть они должны были сначала внести в регламент Джорг Кикенша данную статью об экс-президентах Киргизской республики. Потому что 136-я статья работает только на отрешетках от должности, то есть импичмент. И вот эта процедура, которая прописана в 8 пунктах, там в 10-м пункте написано, что в течение 3-х месяцев либо принимается, либо отклоняется. Если они не смогли принять окончательный, снять неприкосновенность, тогда считается отклоненным. Вот это 3 месяца, это не зря дано, чтобы общественность, люди поверили, чтобы в течение 3-х месяцев все это. Сегодня я услышал комментарии каната Исаева, да, что да там и 3 месяца, 3 часа хватило бы, чтобы гемпрокуртура внести заключение. Как мы знаем, они за 1 сутки внесли заключение, конечно, приплюсуя выходные 3 сутки, да, но это, конечно, это очень молниеносное. Конечно, общественность Кыргызстана, чтобы поверила, мы тоже заинтересованы, чтобы разносторонне, объективно все это прошло. Мы все понимаем, что Атамбаев до июля лишится неприкосновенности, до депутатских каникул, и власть сейчас всерьез настроена арестовать экс-президента. Как на это смотрят его соратники, его сподвижники, сторонники? Мы думаем, да, так и сделают, но это приведет к, я думаю, большому обострению вообще внутрополитической ситуации. Конечно, мы депутаты, то есть мы простые члены партии, соратники, экс-президента, просто так не дадим нарушать закон. Как вообще этот вопрос комментирует экс-президент? Вы наверняка с ним общаетесь, разговариваете. Да, мы читали его обращение, но чисто по-человечески, как он реагирует на такое неприкрытое предательство со стороны своих бывших соратников? Ну, не только экс-президент, и мне тоже очень в последние дни я не устаю удивляться некоторым нашим соратникам, бывшим партийцам, которые за партию, за ИЗДПК, за Атанбаева, чутли не падали на ноги. Кыргыз-чайтханда Чапанна намазу оқып жүрішкен. И теперь такие, я честно говоря, не ожидал такого беспрецептицы наших, скажем так, ну не скажем так, а наших бывших соратников. Конечно, ему очень трудно, и, наверное, трудно, но уже, я же говорю, что мы уже перестали удивляться людям, нашим партийцам. Ну, уверен, что за ситуацией в Койташе сейчас внимательно наблюдают спецслужбы. Вот на тех людей, которые пришли поддержать экс-президента, не оказывают ли они давление? Как-то, я не знаю. Нет, это давление не только сегодня или завтра началось, это давление уже ощущается последний год, потому что любой, кто приходит в форум, наш штаб, да, сразу по ним наводят справку. Даже у меня, оказывается, были люди в штатском, переспрашивали у соседей, нет ли у меня там что-то такого конфликтного и так далее. Кто приходит в форум, всех близким угрожает, что уволят с работы и так далее. Это давление есть, мы ощущаем. Поэтому очень многое, стараясь, как бы, сохранить работу. Мы, чисто поселевшие, их понимаем, конечно, да. Но последний год, даже вот вы сами были свидетелями проведения партийных конференций, какая была очень большая сопротивление со стороны правоохранительных органов. Хотя они, конечно, не имели права вмешиваться в партию на работу. Тогда пусть напишут в законах, что партийная деятельность запрещена. Конечно, мы давление чувствуем. И очень большое. Экс-президент подчиняться Джейнбековым не будет. Это однозначно, наверняка уже все поняли. Вот в такой ситуации силовой штурм дома Тамбаева наверняка приведет к каким-то катастрофическим последствиям. Будут какие-то катастрофические последствия. Власти это понимают? Я думаю, понимают, понимают, но не знаю, как у них там принимается решение. Но если произойдет штурм и так далее, вот силовой захват, это может привести к непредсказуемым последствиям. И, конечно, повлияет на общественную политическую ситуацию в стране и так далее, и так далее. Но у меня складывается впечатление, что те, которые принимают решение, не понимают данную ситуацию целиком. Зачем власти загоняют Атамбаева в неправовое поле, партию отбирают, посадить хотят? Чего они добиваются? Ну, это, наверное, противостояние. Состояние, да, это продолжилось. Ну, конечно, очень плохо, то, что даже до партии добрались, даже по Киеве, такими методами, скажем так, не гнушались. Все знают, партия была создана Атамбаевым и так далее, и так далее, да. Он был председателем, на протяжении последних лет, председателем партии и так далее, и так далее. И мы тогда еще на съезде, сам экспресс-президент говорил, и мы не раз говорили в пресс-конференциях, что нас выводят из правового поля сама власть. Если бы, как бы, мягче сказать, нас бы оставили в покое, да, мы бы готовились к выборам, к выборам, честным выборам и так далее, и так далее. Если бы народ доверит нам, мы бы получили определенный мандат, может, не получили бы, я не знаю, как бы проголосовал бы народ. Но мы бы просто готовились к выборам, обычным выборам, но нам они не оставляют, выталкивают из правового поля. Поэтому я выше рассказал, что какими логическими действиями они действуют, нам непонятно. Спасибо большое, Талабеке, за интервью. Мы беседовали с членом полицовета СДПК Талайму Субалиевым.